Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина из Торонто, Канады. Добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что возвращаетесь, спасибо за ваши лайки, за ваши подписки, за рост канала, за все благодарные комментарии, которые вы мне пишете. Я их всегда читаю и всегда вам ставлю сердечки, так что спасибо вам большое! Я знаю, что лето, август, и вот все, казалось бы, время, когда люди большинство проводят время на улице, вдруг выходит фильм, о котором я хочу с вами сегодня поговорить. И кинотеатры полны, трудно купить билеты, фильм набрал уже более миллиарда долларов в своей кассе. Многие страны запрещают этот фильм, как Лебанон, Кювейт, многие страны запрещают. Что же это за фильм? И это наивный, наивный фильм, детский почти фильм Барби. Так много критики на этот фильм. Я говорила, что не пойду смотреть, мне казалось, что название что-то очень несерьезное такое. Тем более, я в Барби не играла, это уже было не моего поколения кукла. Но, тем не менее, я сходила, посмотрела и хочу с вами поделиться. Если кто-то из вас еще не видел этот фильм, я хочу вам сказать, стоит ли пойти, стоит ли посмотреть этот фильм. Итак, фильм, в котором играет австралийская актриса Маргот Робби. Это, наверное, самое главное, что есть в этом фильме. Красивая-красивая Маргот Робби. Чудесная. Она на самом деле, ей сегодня сейчас 33 года. И у нее много наград. У нее две награды Academy Awards. У нее четыре Golden Globe награды. У нее пять British Academy наград. И она входит, по мнению журнала Times, в 100 инфлясчал людей мира. В 100 самых влиятельных людей мира. Она продюсер этого фильма. И она главная актриса, которая играет Барби. Так о чем же этот фильм? Но сначала мне даже, я даже разозлилась, когда смотрела начало этого фильма. И мне показалось, ну что это такое? Вот он Голливуд, вот эти куклы, вот эти Барби. Да, это все об этом. На самом деле, фильм более серьезный. Я хочу вам сказать, а что именно, по моему мнению, и кто именно, и что именно хотел сказать этим фильмам. Да, прекрасная Барби Лэнд, страна кукол, где все замечательно. Она красивая, очень красивая актриса, на которую просто хочется бесконечно смотреть. Мне даже захотелось купить куклу Барби, потому что я ее никогда не имела. Вот это в этом продолжение бизнеса этого фильма, безусловно. А в этом фильме, я думаю, те, кто в 90-е годы играл в Барби, могут посмотреть абсолютно всех кукол. Они могут увидеть всех своих любимец и Кен, как мужская кукла, и все женские куклы различные-различные, которые я видела в магазинах. И домики, и слайдинг, ну все-все-все, что было абсолютно когда-либо продавалось, все в этом фильме. Я думаю, это определенная реклама этой компании, которая производила все, что касается Барби. Безусловно, это рекламная компания их продукции. Хотя фильм имеет другой смысл. И если вы почитаете ревью, то увидите, как много грозных ревью от мужчин, которые вообще говорят, это вообще гомосексуальный фильм. Здесь отрицается полностью роль мужчины. Это все только женское царство. Это вообще феминистский фильм. На самом деле это все совершенно не так. Пока я не читала ревью, мне даже бы и в голову не пришло такое об этом фильме. Итак, о чем этот фильм? Прекрасная страна кукол, где все живут в мире. Мальчики живут прекрасную жизнь, девочки живут прекрасную жизнь. Все великолепно. Разные куклы. Одна кукла – врач, другая – прокурор. Третий – лауреат Нобелевской премии. Разные-разные-разные куклы. Все великолепная жизнь у них. И вдруг в какой-то определенный момент возникает ситуация, когда главная Барби должна уйти в человеческую жизнь. Она, и потом оказывается, что за ней следует Кен, кукла, которая была мужчиной. Они вместе оказываются в человеческой жизни, смотрят на это все. И в чем-то разочаровываются, попадают в полицию. В конце концов, их потом компания, которая выпускает Барби, хочет положить назад в коробку и отправить. Она избегает. Ну, в общем, все об этом. Возвращаясь потом в свое уже опять царство в Барби Лэнд, они сбегают от этой компании, которая хотела их уложить в коробку. Оказывается, опять в своем царстве. И когда Барби возвращается, то оказывается, что мужское царство вытесняет этот женский Барби Лэнд. Это становится Кен Лэнд. Там пьют пиво, там все эти куклы, все эти женщины, которые были, начинают обслуживать мужчин. Врач становится официанткой. И они полностью-полностью ублажают мужчины, делают то, что они хотят. А мужчины становятся королями этого царства. Вот они должны конституцию поменять. Должны все это там сделать. И потом, в конце концов, они начинают войну между собой, когда уже куклы собрались, девочки собрались и решили, как бы их все-таки вытеснить и не позволить им сделать конституцию, чтобы это стало Кен Лэнд. То есть земля мужчин, а все-таки осталась Барби Лэнд. Земля девочек этих кукол. Вот в фильме показано, как мужчины все вроде как извратили это красивое женское царство. Вот фильм о том, как мужчины взяли власть, женщин превратили, женщин второго сорта в обслугу, а сами устроили войну, разруху, из дома Барби сделали какой-то полностью вульгарный бар и так далее. То есть вот фильм о том, что мужчины имеют власть, они абсолютно, когда Барби оказалась той компанией, которую выпускает Маттео, компанией, которая выпускает всех этих кукол, она увидела, что женщин там нет, что та женщина, маленькая старушечка такая, которая действительно придумала Барби, она сидит где-то в какой-то комнате, чуть ли там не в бейсменте где-то, вообще забытая всеми, а мужчины всем руководят, и для них это огромный бизнес. Женщин там вообще нет. Когда Барби оказалась в человеческой жизни, она поняла, что женщины там ничем не управляют, что женщины в основном задвинуты, и это мир мужчин. Вот фильм об этом, о том, что мужчины взяли эту жизнь и извратили ее. Они ввели туда алкоголь, наркотики, они женщин сделали людьми второго сорта, хотя, в общем-то, так никогда не должно быть, никогда не было. Исторически женщина не могла быть человеком второго сорта, потому что это женщина, которая дает жизнь тому же мужчине, поэтому вот в этом плане это совершенно все неправильно. Но главное, потом все Барби собираются, с хитростью меняют опять конституцию, опять становится Барби Лэнд, и на этом все заканчивается. Фильм веселый, много очень, это как мюзикл, много танцев, много музыки, юмор, стоит ли его смотреть или нет, я бы сказала, может быть, не стоит. Единственное, что мне доставило удовольствие, это смотреть на эту актрису Маргот Робби, очень красивая. То есть вот эта вот красота, которая мне нравится больше всего, она очень красивая, и эмоции на ее лице доставляют огромное удовольствие, в общем, все доставляет огромное удовольствие на нее смотреть. Все остальное, мне показалось, игра детская, наверное, было интересно прийти мамам с девочками, с восьмилетними, которые играли в Барби, мамы, может быть, в свое время играли в Барби, дети какие-то играют в Барби, им, наверное, было интересно посмотреть на всех этих кукол. В этом плане это вполне поучительно, я не знаю, кто в основном смотрит этот фильм, но вот это, скорее всего, для них. Что, на мой взгляд, хотел ли сказать продюсеры и создатели этого фильма? Фильм, кстати, Warner Brothers. Мое мнение – это о том, что женщинам нужно больше брать власть в свои руки, что женщина, может быть, США сейчас должна быть женщина-президент, возможно, этот фильм об этом, что пора уже сделать президентом в Соединенных Штатах женщины, должна быть, потому что женщины не воинственные, потому что женщины не такие агрессивные, и, скорее всего, у них будет вот такое вот хорошее царство, как у Барби, где все правильно, где все счастливы, где все хорошо, потому что женщины по-другому принимают свои решения, может быть, и в мире так больше должно быть, может быть, должно быть больше власти у женщин. Вот, на мой взгляд, фильм именно об этом, а не о том, как какие-то странные министры Ливана закрывают показ к этому фильму, потому что они считают его гомосексуальным. Что там вообще? Там ничего даже подобного такого нет. Совершенно в конце фильма Барби все-таки возвращается в человеческое общество из своей Барби Лэнда, она уже не чувствует себя куклой, она возвращается в общество, и фильм заканчивается тем, что она приходит к гинекологу, и у гинеколога уже она, понятно, что она беременна, то есть она решила стать человеком, хотя вот эта вот пожилая женщина, которая создала Барби, ей сказала, ну ты же знаешь, что люди умирают, и ты умрешь. Она говорит, да, я знаю, но я все равно хочу быть человеком. Вот об этом фильм. То есть вот мое мнение, что это какой-то настрой, на может быть то, что пора уже президентом США быть женщине, и не только в США, но и во всех других странах тоже. Пора уже отдать власть женщинам, которые умеют лучше руководить странами, которые умеют лучше принимать решения. Более интуитивно и по-доброму, а не так, как это делают мужчины, из-за которого наша планета, наша земля не такая уже и правильная, не такая хорошая. Я думаю, что это вот было вот об этом. Самой Марго Троби 33 года, она замужем, и в последнее время она, конечно, живет уже в США, и так что это голливудский фильм, опять который взял умы всех людей, и, как я сказала, много очень агрессивных, совершенно высказываний именно мужчин, которым вообще там нечего делать этот фильм смотреть. Мужчинам не надо ходить на этот фильм, это вообще не для них. Это фильм для женщин, фильм для детей, может быть даже, но абсолютно не мужской фильм. Совершенно даже рассуждать им об этом не нужно. Вот этим я хотела с вами поделиться сегодня. Нужно ли идти на Барби или нет, это, конечно, каждый решает сам. Вы ничего не упустите, если не пойдете, и ничего не потеряете, если посмотрите его. Вполне можно. Но сидеть летом 2 часа в кинотеатре, смотреть фильм, это, конечно, неправильно. Летом нужно гулять. Так что вполне можно подождать, когда будут дождливые и холодные вечера, и тогда можно посмотреть, может быть, дома, может быть, купить этот фильм где-то и посмотреть его. Но в кинотеатр летом, конечно, не стоит ходить. Я только посмотрела это, потому что вы мне писали об этом. А сама я попала вчера в госпиталь из-за того, что выпила вот такую вот витаминку В3. Я услышала у врачей, дерматологов о том, что это такой витамин красоты, который всем нужно абсолютно принимать. А на самом деле никотиновая кислота, этот витамин В3. И, может быть, я помешала с другими витаминами, которые я выпила, но у меня была страшная аллергия. Я покрылась вся, была абсолютно красная. И провела несколько часов в госпитале, где мне дали всякие капельницы, и все это прошло. Так что будьте осторожны. Кажется, что витамины – это ерунда. Нет, как видите, они могут привести к очень серьезной аллергии. Хотя я, в общем-то, не очень аллергичный человек, но, тем не менее, я достаточно плохо себя вчера чувствовала, что мне даже пришлось ехать в госпиталь в emergency. Вот об этом хотела вам сказать еще сегодня. Так что счастливых вам выходных. Всего вам самого-самого хорошего. Вы не забывайте, что это лето. Получайте удовольствие от последних солнечных дней. Может быть, август, где-то, может быть, еще будет сентябрь. У нас не так много. Каникулы еще в школах. Американские дети, правда, пошли в школу еще в начале этой недели. Они уже в августе всегда, американские дети учатся. Но вот другие страны, я знаю, еще показывающие отпуск. Так что всего самого хорошего. В конце показываю вам свой аутфит, как я обещала. Сегодня ничего особенного. В Барби все розовое. Поэтому мне тоже захотелось одеть что-то розовое такое. И на мне вот такая белая плессированная юбка с этим же белым пиджаком. Пока-пока, мои дорогие. Bye.